Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮЗ. Новости на городском телеканале ЮТВ. В начале выпуска коротко о главном. В Уфе построят самый длинный мост через реку Белая. Располагаться он будет на южном въезде в город. Депутаты горсовета назначили публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Сообщается, что новый объект намерены построить рядом с двумя существующими мостами. Согласно документам, данный мост будет самым длинным. Его длина составит 670 метров. Здесь будут размещаться три полосы движения, которые будут работать только на выезд из Уфы. Построить третий мост через реку Белую планируется в течение четырех лет, сообщает Уфа Тайм. Плата за детские сады в Уфе вырастет на 180 рублей. С 1 сентября в Уфе повысится ежемесячная плата за присмотр и уход за детьми в детских садах. Она составит 2072 рубля, то есть повышение составит порядка 180 рублей. Кроме того, как и прежде, будет производиться возврат части платы. За одного ребенка она составляет 20%, за двух – 50%, за трех – и более 70%. Увеличение платы будет направлено на оплату продуктов питания и увеличение материальных запасов хозяйственно-бытового назначения. В итоге размер платы в день составит 115 рублей вместо 106, сообщает сайт «Русская планета». В башкирских школах ученикам ежедневно будут выдавать мед. Глава Башкирии Рустем Хамидов предложил ввести мед в ежедневный рацион школьников, сообщил в пятницу журналистам его пресс-секретарь Артем Валиев. Мед может быть введен в школьное питание, ежедневно планируется выдавать от 2 до 5 грамм продукта в герметичной упаковке. Вопрос финансирования еще прорабатывается, сообщает сайт «Новости Уфы». В Башкирии прививки от гриппа сделают 1 миллиону человек. Из взрослого населения будет привито 700 тысяч человек, в том числе 55 тысяч медицинских работников, 80 тысяч работников образовательных учреждений, 250 тысяч лет старше 60 лет, 80 тысяч студентов и 235 тысяч прочего населения, сообщают в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан. В эту пятницу игроки волейбольного клуба «Урал» сыграют со своими болельщиками. Мы запланировали на 4 сентября долгожданную встречу с болельщиками. У нас встреча происходит традиционно в таком теплом формате, когда волейболисты играют со своими фанатами, с поклонниками, с любителями волейбола «Уфы» и Республики Башкортостан, кстати, потому что из других городов часто приезжают. Мы, как правило, проводим эту встречу не для тех, кто садится на трибуны, ну вот в момент встречи, а для тех, кто играет. То есть все, кто приходят, они у нас играют, весело происходит, поэтому им будет весело. А у меня на этом все, теперь переходим к другим новостям города.